друзья приветствую вас приглашаю посетить наше производство и посмотреть как производится каяки мы занимаемся ротоформованием это один из способов производства пластиковых изделий габаритных если например тебе нужно как лего то миллион одинаковых каких-то изделий тогда лучшим способом является литье под давлением это в единицу времени подается колоссальное количество там от нативной продукции если масштабы гораздо ну не знаю там доходит до 1000 там сотен тысяч то нам ротоформование это там является именно тем самым оптимальным способом производства 7 лет назад мы начинали с пластиковых колодцев которые здесь вот на картинках есть для не производим до сих пор это пластиковые колодцы для системы до самого водоснабжения и канализации работаем со стройками города с юридическими лицами вот но потом стал вопрос о том что мы не могли загрузить наше оборудование на полную да только колодцами потому что рынок такой не такой большой вот начали там нашли вот кейсы начали производить на для транспортировки какого-то дорогостоящего оборудования там даже вооружение потому что они там не тонут если тонут то не протекают там даже можно не гореть и их сделать что они были не горючим на самом деле ассортимент выпускаемой продукции может быть вообще нереальный но самые простейшие это там бочки какие-то такие вот вещи бочки какие-то вот разделители дорожная вот но мы когда забирали вот эти вот форма для производства каяков у одной итальянской фирмы и там было представлено в шоу-руме продукцию форму для которых они делали там просто нереально что там кресло какие-то невообразимые формы какие-то там вешалки и лампы ну то есть это ты бы никогда не подумал что этим вот методом производства можно производить такую продукцию поэтому у нас сожалению в россии он не так сильно развит этот производство и метод перелаги переработать пластика в принципе надеемся что это будет более популярной и в россии начну делать больше качественной более интересной продукции с пластика и мы сможем что-то предложить на рынок по контрактному производству что-то производить один вопрос тоже не рубах слава богу нет вы понимаешь рыбак горе в семье который занимается бизнесом который с небольшой заводик и который занимается производством колонок пластиковые изделия всего прочее может просто придумать историю связанную с каяком как это случилось это просто случайно там один из наших акционеров сидел в интернете и увидел каяк у нас была в тот момент задача найти какие-то еще товары и мы как-то в таком спокойном режиме искали он увидел этот каяк посмотрел его цену посмотрел его вес то есть ты примерно прикидываешь сколько он будет себе стоимости понял что ничего себе там ну то есть это продукт с точки зрения производства очень интересным и мы значит загорелись этой идеи конечно это было глупо мы вот не надо было может быть там вписываться в эту тему потому что если бы мы знали сколько потом надо будет вложить в развитии вот этой вот развития рынка но наверное второй раз мы уже точно не вписались потому что произвести каяк как американская поговорка доллар тому кто произвел 10 долларов тому кто произвел и 100 долларов тому кто продал вот здесь произвести дело вообще не хитрое а вот потом это все продать конечно очень сложно о том особенно на том рынке который который вообще практически нулевой так как по н65 это была не очень популярная она может быть и сейчас не самая популярная марка то есть там поэтому бренд надо было развивать с самого начала ну в общем мы хотели создать новый бренд скопировать этот каяк ну русский подход скопировать этот скопировать каяк там придумать собственные бренды в общем делать самим потом игру слушайте но давайте съездим просто поговорим с ребятами ну там мало ли что может как-то может обернуться но и мы написали им письмо что вот мы там российские производители рота формования в общем хотим как-то там с вами там посотрудничать и горит окей и горит приезжайте так там там стокгольм нас там штаб-квартира ну в общем я там заручился поехал с перевозчиком английский у меня еще был так и в общем приехал и первое что я удивился там просто такой home office аля вот как языки там просто здание там кухня какая-то там помещение наверно был вот офис но чуть больше чем вот вот это вот наверное вот вот эта вот комната вот до штаб-квартиры головной офис там плюс еще да плюс магазин такой понятно мы такие сидим то есть там как два человека с нами сядет в офисе там там еще три человека какие-то до бухгалтера видно там вообще никакого 2 никакого движения ну в общем ягра слушать значит так вот мы такие такие то нам принципе ваш каяк там технологии ваши не нужно очень мы и так вас там скопируем значит бренд вам нам ваш не нужен он неизвестен поэтому нам что ваш развивать что значит там новый создавать принципе неважно ну и патента у них была фишка самая основная том что они запатентовали вот метод соединения то есть разборные каяки они в принципе существуют на рынке их там такая так или иначе не есть но как они собираются вот это ключевой момент и они собрали ну и они вот придумали запатентовали один может быть и самых там лучших методов соединения этих деталей вот и я говорю ну и мы там что там посмотрим как вы там будете сбор свой патент там у нас на нашей в россии значит отстаивать да я короче такой поехал был заряжен на вот они горят ребята вы чё вообще как бы вы чего перед зачем давайте работать просто мы сейчас надо ним там небольшой royalty да вы нам будете платить и все будете пользоваться нашим брендом мы вам все отдадим вот все что у нас есть все наработки типа нет проблем ребята и мы я настолько был там обескуражен этим вот ну и потом они приехали сюда в петербург потому что но они там на слово то это не надо было посмотреть с кем они скрепляют узы узами до до приехали да ну естественно тут показали достопримечательности питерских которые были вчера в том числе да там они как на любят водку черную икру в общем салам и мы заключили 20 на контракт на 25 лет сало черная икра водка позволяет открывая да 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 и в общем мы заключили это единственный в россии на текущий момент контракт больше такой ни у кого нету 25 лет мы можем мы будем поставлять на территории россии страны снг будет представлять эту компанию ну то есть это нереально больше больше ни у кого такого нет в общем сейчас проходит последний цикл охлаждения это закрытая закрытая форма я говорю там только нужно тебе пластик прилипает на стену это все уже для того чтобы для того чтобы ее раскрыть нужно ее оплодить потому что она очень горячая вот это делаются и колонки вообще все 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 вот это есть это родоформование да это родоформование ну мы как сделали мы нашли есть определенное там исследование рынка плавательных средств приобрели и он был там помню с 12 по 17 год или там по на или по 16 я сейчас уже не помню где было сказано о том что в россии каждый год при этом продается и производится порядка там 40 там тире 50 там лучшие годы 60 60 тысяч различных плавательных средств но преимущественно это конечно пвх лодки ну там яхты там все занимают какие-то минимальные единицы ну в целом да получается и мы подумали что если нам не знаю 40 тысяч лодок продается каждый год но неужели у нас там ну не знаю там 500 каяков или там там тысячу но не купят но то есть это же не десять процентов рынка не 20 который но достаточно нужно это просто формате погрешности некой вот мы так рассуждали в россии в странах снг это писать там 400 миллионов рынок то у нас россия там сколько там условно 140 плюс там у нас же еще у нас 400 миллионов рынок но это погрешность 500 каяков тысяч это это просто он неужели не купят задались мы таким вопросом с акционерами потуска конечно купят и сказали вперед вот соответственно сейчас форма раскрывается нужно проверить что все закладные сработали ну что там каяки 98 закладных это очень много 98 закладных ну это для у под установку вот и под установку различных тут рельс куда мы прикручиваем 90 98 если я не ошибаюсь то каяки 38 различных комплектующих там рельсиков там в одной лодке да поэтому не стоимость пластика это далеко не самое большое так вот у нас соответственно появляется на свет все дерьмо можем спускаться соответственно час раскрыть раскрыли заднюю часть ее сейчас снимут и поставят там воплотительную форму для того чтобы все типоразмеры каяки все каяки были одинаковых размеров чтобы они все подходили идеально друг другу сейчас вот они откручивают закладные как раз который на на момент удерживают каяк от в общем так вот таинство и происходит проверяют каждую чтобы сработала каждое закладная потому что если одну хотя бы одна закладная спица не будет откручена то она ее вырвет и просто изделие будет забракованно вуаля крутой цвет хоть сейчас эти все закладные получать отбиваются сразу да да они устанавливаются форму предварительно и соответственно потом пикаются уже в само изделие но когда пластик начнет остывать он соответственно будет уменьшаться и в зависимости от внешней температуры вот эта усадка так называемая пластика она может быть разная и у нас по началу когда делали детские ошибки звучало что перед и перед и зад не всегда соединялся друг с другом поэтому мы сделали вот такой вот астула форма для остужения сейчас на будет подан холодный воздух и она будет как бы остывать вот а при закрепленных закрепленных закрепленной форме таким образом достигается то что каждый каяк каждая серединка вы каждая половинка из них она одинакового размера внешне логотип наносится на форму из такие специальные наклейки ты их определенная там дано на форму и кладешь и и он получать свой привык прилепляется да там уже как становится часть этого каяка до подготовить эти установить вот эти вот наклейки реально занимает тоже достаточно много времени потому что они такие очень нежные там не дай бог что произойдет вот на получать мы подаем туда давление воздух он раздувается фактически и таким образом мы гарантируем что каяк когда будет оставаться он будет в определенных габаритах измениться может быть и попробовать что-то еще это очень сложно даже как диванная диванная армия там это плохо там каждый человек сидит смотрит там футбол плохо играют там так и здесь там пвх это супер там каяки этапа это плохо они даже может быть никогда не пробовали они никогда у них до голове даже нету попробовать попробовать сесть на нем выйти до пройти они сразу говорят категорическое нет это плохо почему потому что никто у него из знакомых никогда этим не пробовал не но не использовал никто на нем не выходил никто не обладает этой этой дам этим этим изделием все ходят на пвх лодках поэтому это а что-то новое в большинстве случаев это плохо, а тем более по цене достаточно такой, мягко говоря, очень высокой. По цене ПВХ лодки с мотором? Ну, это еще в лучшем случае, потому что можно и там нам говорят, да мы за тридцатку купим лодку с мотором, ну понятно, а у нас, говорю, мы даем гарантию, пожизненную гарантию на корпус. Ты ее купил один раз, этот каяк и все, с ним ничего не произойдет, он не порвется, его не прогрызут мыши, он не отсыреет, с ним ничего не произойдет. Ты купил каяк и он навсегда. Как это оценить? Пойдем, Андрей, здесь у нас происходит финальная сборка каяка. Хочу немножко уделить внимание вопросу по стоимости, потому что зачастую спрашивают, почему наш каяк столько стоит нереальное количество там каких-то космических денег. Вот если вы обратите внимание вот на эти закладные, которые, да там, 98 закладных. Себестоимость одной закладной 12 рублей. Ну, стоит 1200 рублей, это просто, это просто вот только накладные, ой, только вот эти вот закладные. Дальше, да, есть много различных, да, еще составляющих элементов, которые очень сильно увеличивают стоимость каяка. То есть у нас порядка тридцати восьми, по-моему, деталей, различных ключков, да, крышечек, вот там винтиков, галочек. Да, 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 да. Стоимость самого пластика, в самом каяке, конечно, она занимает очень маленькую, больше маленькую долю. У нас один стул, сейчас кресла здесь всего нет, там кресла, по-моему, десятка стоит. Вот, поэтому... Слушай, ну, а вот эти все, да, получается, делаются сами, то есть вот эти все позиции, они продаются и, ну, где-то их там заказываются? Да, мы их не делаем, то есть мы, основные вещи, мы, как вот, плавничкируем, там, крышки, сами корзины, мы их производим. Рельсы сделаны по нашему эксклюзивному тоже, там, чертежу и таких рельс больше нигде нету. Ну, вот эти всякие плавнички, да, там винтики, вот эти там ручечки стоят, может быть, не знаю, 10 рублей или 20 рублей там изделия, а форму для того, чтобы можно было производить, стоит 2000 долларов, например. Сколько нужно таких каяков продать с этими рулями по 10 рублей, чтобы окупить форму в 2000 долларов? И на каждую изделие нужна своя форма, которая будет стоить от 1000 долларов. Вот, поэтому, к сожалению, к сожалению, каяк не получается сделать, там, не знаю, за тридцатку, как бы все хотели бы, вот, но зато он очень крутой, ну, реально. Но мы номер один на сегодняшний день, номер один, мы единственные, кто производим, и фактически я уверен абсолютно, что для охоты и рыбалки в этом году мы продали больше всех каяков наших в России, потому что никто больше, блин, не продает. И еще никто их не делает. Ну, там привозят китайские, да. Но, понятное дело, что очень сложно быть номером один, быть первым, потому что ты ломаешь эти стереотипы, ты пробиваешь вот эту вот стену, ты развиваешь рынок, формируешь. Когда ты формируешь, да, формируешь некие тренды, но когда ты его сформируешь, первые сливки ты соберешь. И вот мы на это надеемся, что у нас вот ближайший год-два, я думаю, что следующий год будет, должен быть гораздо лучше, чем этот год, потому что мы фактически начали ими заниматься только там с конца весны, то есть уже осенью у нас достаточно, ну, там нормальные продажи начались, все еще надо нам больше. Я думаю, в двадцать первом году у нас должно выстрелить. Выстрелить. Все кингфишеры, которые можно увидеть там, в магазинах во всем мире, они производятся у нас в России. То есть именно эту модель? Именно эту модель никто больше не производит. Только вот она здесь и вот там вот формируешься машины. Хорошо, в каких странах можно найти еще кингфишера? Ну, я думаю, что если самая западная точка это Испания на сегодняшний мир, а самая восточная, ну, вот Америка, ну, куда у нас, на запад или на восток? Америка, мне кажется, это вообще там отдельная. Ну, в общем, в Америке тоже есть. Я знаю, что еще в Японии вы продаете. И в Японии, Сингапур, ну, то есть у нас сейчас, я не считал сколько стран, это Испания, Германия, Швеция, Адругалия, Италия. В Адругалия я не помню, куда отгружали, вот, Сингапур, Япония, Америка. Ну, Швеция, Финляндия. Ну, Финляндия, по-моему, кстати, не покупали. Да? А шведы? Ну, потому что у них там, ну, шведы, ну, потому что шведы, шведы, понятное дело, покупали, потому что шведская компания у них, а финский рынок у них почему-то, вот, плохо представлена у шведской компании, понятно, что опять плохо представлена в Финляндии, не знаю почему. Но, может быть, мы начнем вами заниматься, у нас поближе будет, не знаю, физиологические, логистические составляющие, не знаю. Вот, короче говоря, мы исполняем, на самом деле, поручение нашего президента. Он сказал, что нужно, повышать несырьевой экспорт. И мы этому, как бы, просто, ну, лозунг, да? Спасибо, Владимир Владимирович, направили в нужную русскую. Вставай-ка, вставай на каяки, да, давай каячим вместе. Ну, типа того.